Мне хотелось бы задать вопрос, касающийся развития российско-германских отношений, вне зависимости от того, какие здесь имеются оценки и предположения. Но касаясь особого характера отношений между нашими странами, может ли Германия в этой ситуации играть какую-то определенную посредническую роль? У нас с Германией очень хорошие отношения, очень доверительные и в области политики, и в сфере экономики. Когда мы разговаривали с господином Саркази во время его приезда в Москву, мы прямо ему сказали, что мы не собираемся аннексировать никакие грузинские земли. И мы, конечно, уйдем из тех пунктов, где мы сейчас находимся, но уйдем в зону безопасности, которая была обговорена в прежних международных соглашениях. Но мы и там не собираемся оставаться вечно. Мы считаем, что это грузинская территория. Наша цель заключается только в том, чтобы обеспечить безопасность в этом регионе, не позволить опять сосредоточить тайно, как это было сделано в этом случае, вооружение, технику, воспрепятствовать созданию предпосылок для нового вооруженного конфликта. И в этой связи могу сказать, что участие международных наблюдателей там, наблюдателей ОБСЕ, Евросоюза, в том числе из Германии, мы будем только приветствовать, нужно только договориться о принципах совместной работы. Это должно означать, что в любом случае отведете свои войска? Конечно. Нам главное обеспечить безопасность в этой зоне. На следующем этапе помочь Южной Осетии обезопасить свои границы. И нет у нас оснований больше там находиться, в этой зоне безопасности. В ходе этой работы мы будем приветствовать сотрудничество с европейскими структурами, и с ОБСЕ тоже. В условиях того кризиса, в отношениях, которые, несомненно, сейчас имеются, отношения с США, с Европой, какой вклад вы можете внести в дело того, чтобы этот кризис деэскалировал? Во-первых, я вчера говорил об этом вашим коллегам из СНН. Мне кажется, что в значительной степени кризис был спровоцирован, в том числе нашими американскими друзьями, в ходе предвыборной борьбы. Это, конечно, использование административного ресурса в самом плачевном его исполнении, для того, чтобы обеспечить преимущество одного из кандидатов, в данном случае правящий парк. Это не факт. Мы знаем, что там было много советников американских. Это очень плохо вооружать одну из сторон этнического конфликта, и потом толкать ее на решение вооруженным путем этих этнических проблем. Это гораздо, казалось бы, проще, на первый взгляд, чем вести многолетние переговоры и искать компромиссы. Но это очень опасный путь. И развитие событий это показало. Но инструкторы, учителя, в общем, в смысле, в широком персонал, обучающий работать на поставленной военной технике, он должен находиться где? На полигонах и в учебных центрах. А они где находились? В зоне боевых действий. И это уже наталкивает на мысль о том, что руководство Соединенных Штатов знало о готовящейся акции. И более того, скорее всего, принимало участие. Потому что без команды высшего руководства американские граждане в зоне конфликта не имели права находиться. В зоне безопасности могли находиться только местные граждане, могли находиться наблюдатели ОБСЕ и миротворческие силы. А мы там обнаружили следы граждан Соединенных Штатов, которые не входили ни в одну, ни в вторую, ни в третью категорию. И это уже вопрос. Почему высшее руководство Соединенных Штатов разрешило присутствие там своих граждан, которые не имели права находиться в этой зоне безопасности? А если они разрешили это, то тогда у меня возникает подозрение о том, что это было сделано специально. Для того, чтобы организовать маленькую победоносную войну. А если она не получилась, создать из России образ врага. И уже на этой почве объединять электорат вокруг одного из кандидатов в президенты. Конечно, кандидат от правящей партии. Потому что таким ресурсом может обладать только правящая партия. Вот мои рассуждения и предположения. Это ваше дело. Согласиться с этим или нет. Но они имеют право на существование. Поскольку мы обнаружили слега американских граждан в зоне боевых действий. И последний вопрос, который я хотел вам задать, он меня очень интересует. Не считаете ли вы, что вы сами лично находитесь в западне вашего авторитарного государства? Вы в собственной ныне системе получаете информацию от ваших спецслужб. Вы получаете информацию из различных источников, в том числе и высшей экономической среды. Но даже средства массовой информации порой боятся сказать что-то иное, что противоречит тому, что вы хотите услышать. Не получилось ли так, что созданная в вами система, она сама теперь закрывает вам широкий взгляд, возможность действительно видеть те процессы, которые сейчас происходят в Европе и в других странах? Уважаемый господин Ротт, вы сказали про наше политическое устройство как об авторитарной системе. Позвали ее авторитарной системой. Вы упомянули в ходе нашей сегодняшней дискуссии несколько раз об общих ценностях. Где наоборот их ценности? Есть основополагающие принципы. Ну скажем, право человека на жизнь. Вот в США, допустим, есть смертная казнь, а у нас в России нет. И у вас в Европе нет. Значит ли это, что вы собираетесь выйти из, скажем, блока НАТО? Потому что нет полного совпадения ценностей и у европейцев, и у американцев. Теперь возьмем вот этот конфликт, который мы сейчас с вами обсуждаем. Разве вам не известно, что происходило в Грузии в последние годы? Загадочная смерть премьер-министра Жвания. Расправа с оппозицией. Физический разгон митингов, протеста оппозиционных сил. Проведение общенациональных выборов в условиях чрезвычайного положения. Затем вот эта преступная акция в Осетии с многими человеческими жертвами. И это, конечно, демократическая страна, с которой нужно вести диалог, и которую нужно как бы в НАТО принять, а может быть и в Евросоюз. А если другая страна защищает свои интересы, просто право на жизнь своих граждан, защищает жизнь своих граждан, на которых осуществлено нападение, у нас 80 человек убили сразу, 2000 мирных граждан там убито, и мы что, не можем защитить жизни своих граждан там? А если мы защищаем свои жизни, то у нас отберут колбасу? У нас выбор какой? Между колбасой и жизнью мы выбираем жизнь, господин народ. По поводу другой ценности, свободы прессы. Посмотрите, как освещаются эти события в прессе Соединенных Штатов, которая считается светочем демократии. Да и в европейской тоже. Я был в Пекине, когда начались эти события. Начался массовый обстрел в Тхенвале, начались уже наземные операции грузинских войск, уже были многочисленные жертвы. Никто слова не сказал. И ваша компания молчала, и все американские компании молчали. Как будто ничего не происходит. Тишина. Как только агрессору дали по роже, зубы ему выбили, как он только бросил все американское оружие, и побежал без оглядки, сразу все спромнили. И про международное право, и про злобную Россию. Сразу все заголосили. Почему такая избирательность? Теперь по поводу колбасы, экономики. Мы хотим нормальных экономических связей со всеми нашими партнерами. Мы очень надежный партнер, мы никогда никого не подводили. Когда мы строили трубопроводную систему, Федеративную республику Германию, в начале 60-х годов, там наши партнеры из-за океана тоже советовали немцам не соглашаться с этим проектом. Вы должны об этом знать. Но тогда руководство Германии приняло правильное решение. И вместе с Советским Союзом эта система была построена. Сегодня это один из надежных источников обеспечения углеводородами немецкой экономики. 40 миллиардов кубических метров Германия получает ежегодно. В прошлом году и в этом. И получит. Гарантируем это. Теперь посмотрим более глобально. Какова структура нашего экспорта в европейские страны, да и в Северную Америку. На 80 с лишним процентов это товары сырьевой группы. Нефть, газ, нефтехимия, лес, металлы, разные металлы, химические удобрения. Это все, в чем крайне нуждается мировая и европейская экономика. Это очень востребованные товары на мировых рынках. У нас есть возможности и в высокотехнологичных областях, но они пока очень ограничены. И более того, даже имея договоренности с Евросоюзом, скажем, в области поставок ядерного топлива, нас неправомерно не пускают на европейский рынок. Кстати говоря, из-за позиции наших французских грузов. Ну, они об этом знают. Мы с ними долго дискутируем. Ну, если кто-то хочет нарушить эти связи, мы не сможем ничего с этим поделать. Мы этого не хотим. Мы очень надеемся на то, что наши партнеры будут так же исполнять свои обязательства, как и мы исполняли, и намерены исполнять свои обязательства в будущем. Это что касается нашего экспорта. А что касается вашего экспорта, то есть для нас импорта, Россия очень надежный и большой рынок. И я сейчас не помню цифры, но по поставке, скажем, немецкой машиностроительной промышленности нарастают на российский рынок из года в год. Они просто очень большие сегодня. Кто-то хочет перестать там поставлять? Ну, мы будем покупать в других местах. Кому это надо, я не понимаю. Мы призываем к объективному анализу сложившейся ситуации. И мы надеемся на то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют. Мы жертвы агрессии. И мы надеемся на поддержку наших европейских партнеров.